господа настоятельно приветствую вы находитесь на канале аналог аудио канал рассказывающий нам о том что хорошо а что плохо из мира хай фай вот так вот сегодня видео будет наверное продолжением моего предыдущего видео о том как я печатаю вкладыши новодельные делаю наклейки и все такое потому что об этом очень мало информации в сети также в ю тубе по поводу того как делаются наклейки как например старую наклейку убрать от кассеты нормально потому что если ее просто отрывать ну сами понимаете она не оторвется то есть ничего не получится вот в этом видео я подробно все объясню все расскажу дабы не испортить например кассету пленку не испортить в кассете чтобы человек мог безболезненно поменять наклейку и поставить уже новую новую то есть меняется она тогда когда исписана на примере вот взял вот эту кассету яшими валялась у меня вот так что еще хотел сказать вот по поводу наклеиваю по поводу вкладышей значит вкладыши я делаю либо вот такой вот скан беру с сайта видите то есть он в принципе довольно таки симпатично выглядит это вот оборотная сторона его я просто беру скан делаю его и распечатываю но соответственно перед этим готовлю подготавливаю по поводу того как я буду делать сканы на печать я тоже это подробно выложил в другом своем видео потому что видео будет не коротким и там надо будет более подробно все вам показать этого в интернете тоже вы не найдете то есть вкладыши я делаю либо вот такие то есть это скан просто в хорошем качестве я его распечатываю все либо вот такие это sony и hf 46 с тиснением букв то есть с обводкой букв это там тоже но они в основном американ американский рынок но вот это 46 это скорее всего япония если вот здесь иероглиф да значит вкладыш японский вот я его рисовал полностью с нуля то есть здесь все нарисовано видите но здесь нарисовано все один в один как в оригинале даже вот этот штрих но я уже сейчас не помню конкретно вот этой модели но скорее всего штрих тоже идет как в оригинальной получается в оригинальном вкладышу хотя и не факт но это не страшно вот вот так вот он выглядит здесь качество ну прям шикарная это даже не потому что это не скан вот этот скан в принципе тоже пойдет но тем не менее так по поводу наклеек вот эти наклеечки я заказывал своего товарища он себе печатал их ну и соответственно мне заодно но обратите внимание они разные то есть он особо не заморачивался и делал как бы ну приблизительно схожими однако однако друзья вот этот нижний макс л ел 90 вот который нижние вкладыши вот эти вот так должен выглядеть оригинал вот это уже рисовал я фотошопе и это нарисовано под копирку вот возьмем посмотрим а но здесь уже наверно да здесь не получится посмотреть потому что старую старый вкладыш я оторвал но если посмотрите на эту кассету в интернете она вкладышу не один в один будет вот как здесь видите как получается просто шикарно и как делать наклейки я тоже покажу в фотошопе в другом видео видео будет довольно длинным но познавательным и те люди которые немного занимаются фотошопом или даже может могут кого-то попросить чтобы ими изготовили данные шаблоны чтобы уже себе например распечатать то есть как бы видео довольно таки будет очень таким познавательным для непосредственно тех лиц которые занимаются коллекционированием и просто собирают аудиокассеты для сравнения вот видите то есть как бы но в принципе конечно можно ее вот и использовать но это вообще не то просто не то вот друзья это что касаемо вкладышей да кстати сегодня я еще покажу как наклеивать вкладыши но вот такой вкладыш наклеим потому что мне его не жалко вот сюда вам перед этим я уберу вот этот вот эту старую наклейку на этот аппарат не обращайте внимание это у меня дэнон привезенный моим другом из сербии моим дорогим товарищем жарко джорич так это дэр м07 это дэнон в ней ничего примечательного нет это обычная балалайка почему она у меня разобрана потому что она у меня сейчас находится в ремонте и я у нее меняю вот такую шестеренку видите здесь зубчики все почесала порезанного как бы они обнимались ну соответственно мне ее надо поменять я жду вот такую шестеренку когда у меня она придет с омска нашел видимо такие шестеренки уже меняются не первый раз как как на дэнонах они причем подходят и к техник свои некоторым панасоником поэтому они довольно таки распространенные соответственно не составило труда мне найти ее на авито вот поэтому она придет и я уже кстати сниму видео вот замены и вообще как бы ну не то чтобы прослушаем просто посмотрим этот аппарат вот но это потом так сегодня мы поговорим о том как это все клеится отклеивается и кстати еще надо будет показать вам как я делаю беговку вот беговку то есть имеется ввиду ведь у меня вот такой вот листик с вкладышами мне надо его согнуть понимаете да в этих местах чтобы как его правильно согнуть если мы его будем вот так вот гнуть у нас получится херня у нас во-первых здесь может все поломаться и будет потом все это видно вот неровности все такое я покажу вам на примере как делаю я вообще можно это все заказать в типографии там за беговку ну везде по-разному берут за настройку одного получается размера вот например здесь будет раз их раз он с заворотом значит будет раз за гим 2 3 вот и получается за размер первого берут 30 соответственно за 2 3 это будет 90 но и плюс 2 рубля гип 1 вот поэтому как бы чтобы не переплачивать можно в принципе гнуть линейкой а если кто распечатывает на 10 вкладышей примеру да и берет для этого бумагу не 200 грамм плотностью 300 например то лучше конечно гнуть непосредственно беговкой специальной такой машиной не машиной инструментом которые у них находится ну соответственно это будет намного намного лучше так ну ладно сейчас я перенастрою свою камеру и начнем отклеивать так отклеивать мы будем не разбирая почему не разбираю в принципе в предыдущем видео я говорил что лучше конечно разобрать но смотрите то есть как бы я отклеиваю только на 100 градусов это минималка больше на больше ни в коем случае отклеивать не нужно то есть если у вас теплофен есть какой-нибудь да то ему лучше этого не делать потому что у вас сразу перекоробит все все в эту и сплавится пленка если вы будете прямо вот так все делать поэтому здесь важно отклеивать как бы на 100 градусов либо ну если нет у кого-то паяльной станции можно попробовать феном воспользоваться вот в подвешенном состоянии как его установить и начать отклеивать в принципе кто боится за пленку что она расплавится а вообще на 100 градусов пленка не плавится вот это по крайней мере магнитно но во всяком случае кто переживает можно конечно открутить ничего тут сложного и долгого нету открутили взяли первую сторону получаются отклеили взяли вторую вот ну давайте уже приступим ну вот штатив я настроил не знаю как будет видно но думаю всем будет видно относительно и понятно вот такая вот у меня паяльная станция обычно там идет фен и паяльник фен у меня подвешен в таком состоянии чтобы мы мне было более удобно там вот стоит мой старенький панасоник с девяностых годов и что давайте приступим так здесь у нас 100 градусов использую вот такие пинцеты такие начинают клеивать ну вот таким образом она видите сразу отходит то есть она нагревается я тут же ее отклеиваю только надо не тянуть аккуратно это все дело делать потому что она может просто порваться сидит она очень хорошо здесь уже можно воспользоваться пальцами видите там даже вот остатки клея идут то есть хорошо она даже у нас не отходит причем это наверное вообще наклеена было уже вручную потому что она отклеивается почти что сама но как бы суть понятна в принципе отклеиваться у вас она должна то есть сама тассета остается чистой вот например отклеили да видите это уже видимо кто-то ее вручную клеил кстати клей я не знаю какой использовали так выключим смотрите значит если у нас люди клеили вручную использовали какой-то непонятный клей если он обычный можно попробовать использовать вот такой вот размораживатель стекол он на основе изопропилового спирта который хорошо оттирают вот эти все нюансы давайте попробуем нет не оттирается видимо клей какой-то более такой абразивный поэтому давайте найдем другую наверное другого подопытного так но давайте еще отклеим вот с такой аудиокассеты sony вот эту хотя бы верхнюю да здесь она уже фабричная клейка я думаю поэтому здесь все у нас получится в лучшем виде предыдущего кассета какой-то неудачную я взял честно говоря вот уголочек нагреваем там 100 градусов за пленку можно не бояться вот и видите она уже сама пошла можно прямо вплотную ничего страшного но опять же все зависит от температуры все вот он открылся пленка эта отклеилась у нас осталась чистенькая аудиокассета здесь можно протереть дабы обезжирить изопропиловым спиртом в дальнейшем при наклеивании вот про это мы поговорили погнали дальше итак друзья сейчас давайте я покажу вам как я наклеиваю новые наклейки на аудиокассету здесь надо тоже приноровиться потому что не всегда получается с первого раза хорошо поэтому наклейки надо заказывать на не на бумаге там можно на бумаге их печатать и на пленке лучше заказывать пленка там немного дороже но зато советую лучше на такое так ну давайте наклеим здесь мне правда плохо видно потому что мешает камера объектив то есть я клею вот так эту я приклеил далее приклеиваю одну сторону и вот этот получается угол я тяну от себя как бы вот натягиваю и клею все видите наклейка дома ну приклеена отлично единственное то если бы вот этих не было там старого клея было бы вообще шикарно но опять же наклейка она так себе сделана поэтому вот выглядит но по крайней мере не пузырей ничего нет все идеально наклеены поэтому пользуйтесь вот таким способом так что еще нас ожидает это изгибы получается изгибы я делаю вот такой вот линеечкой это у меня задняя сторона гнуть мне надо получается сюда поэтому не всегда задняя сторона сходится с передней поэтому я для себя ее вот так вот помечаю то есть как бы центрую и потом переворачиваю вот видите она уже как бы немного не совпадает за счет того что не всегда они ну принтер все равно там плюс-минус полтора миллиметра у него идет как бы погрешность в печати вот и потом вот таким образом я делаю загиб на 90 градусов вот так вот раз все загиб у нас готов 1 готов 2 примерно будет наверное здесь можно карандашом для себя нарисовать там где будет загиб чтобы уже знать вот у нас видите получается как ну и здесь где-то наверно тут он загибается ровняю загибаем таким образом и все получается очень довольно таки ровно вот такой вот вкладыш так в качестве примера поставим сразу футляр правда футляр то у меня тут на выбор все ну ладно чуть-чуть чуть-чуть погрешность есть плохо заходит или просто футляр то нет ну наверно немножко перегнул хотя нормально вроде все заходит хорошо все так вот это дело выглядит ну в общем то и все друзья сегодня хотел я вам продемонстрировать в следующем видео в каком в каком-то из видео я покажу как я делаю это все в фотошопе наклейки вкладыши хотя бы ну не знаю азы какие то что чтобы вы могли посмотреть примерно понять и уже сориентироваться как это все дело создается поэтому на сегодня все спасибо за просмотр всем счастливо всем пока будьте здоровы до свидания друзьям спасибо за просмотр всем спасибо за просмотр всем спасибо за просмотр всем спасибо за просмотр всем